Певческое поле в столице Эстонии предназначено для проведения всеэстонских певческих праздников и других музыкальных мероприятий. Располагается на склоне спускающегося к морю Глинта Ласнамяя, образующий естественный зрительный зал с большим уклоном. Певческое поле Таллина оборудовано уникальнейшей певческой сценой для выступления, построенной в 1959 году и местами для зрителей. Автором идеи певческой сцены является эстонский архитектор Аллар Котли. Сцена имеет единственную в своем роде конструкцию, а певческая арка, спроектированная для вылучения певческих хоров, является уникальным в мировом масштабе строения. Расположенные под сценой помещения предназначены для сбора выступающих. Свободное от выступления время используется для нужд организации и проведения выставок. Певческая сцена предназначена для размещения на ней 15 тысяч исполнителей, хотя возможно и наоборот, когда представление происходит на горизонтальной площадке перед сценой, а на сцене себя зрители. С северной стороны стена заканчивается 42-метровой башней для огня, зажигаемого во время проведения праздника. С южной стороны радио башни. Архитектором флигерных строений является Хена Семпан. Общая площадь певческого поля составляет 190 тысяч квадратных метров. Раз в пять лет на певческом поле Таллина проходит всеэстонский праздник «Песни», часть Балтийского праздника «Песни и танцы». В июне-сентябре 1988 года на певческом поле Таллина прошли массовые мероприятия, вошедшие в историю как поющая революция. На последнем из которых музыкально-политическом фестивале «Песни Эстонии», прошедшем 11 сентября 1988 года и собравший по версии СМИ около 300 тысяч эстонцев, то есть около третьей от численности эстонского народа, впервые был публично озвучен призыв к независимости. С начала 1990-х годов на певческом поле проходят рок-фестивали и выступления мировых поп-звезд. 29 июня 2004 года на певческом поле установили из бронзы статуи известного эстонского композитора и хорового дирижера Густава Эрна Сакса, работы Экки Вяли и Вела Лили Меца, высотой 2 метра 25 сантиметров и весом 2,5 тонн. 25 августа 2012 года на певческом поле прошло грандиозное шоу в поддержку тура «Леди Гаги» «The Born This Way» «Балту». Певческое поле собрало более 50 тысяч поклонников американской певицы. 22 августа 1997 года здесь состоялся концерт известного американского певца Майкла Джексона в ходе его мирового тура. В другое время певческое поле открыто для активного отдыха. Певческая сцена отметила в 2010 году свое 50-летие. В 2018-2019 годах было проведено ее капитальное обновление. Заменена деревянная обшивка певческой арки, укреплены несущие конструкции, покрашены основания и установлена новая жестяная крыша. Проведены порядок бетонной ступенью основания и покрыты погодоустройчивой краской. Стоимость работы составила около 1 миллиона евро. В Вильнюсе выставлена модель таллиннской певческой сцены. Продолжение следует...